Хозяева отвечают, нет, не нужны. На следующем прохозяева просыпается, в основе вдруг нет. Вот как бы этот же самый анекдот рассказал известный советский поэт Роберт Рождественский. Это было когда не помню. Важно только, что это было. Что же это, если не подлость? Не отрыжка старого быта. Душу в лес раздирает плочья. Это что же уметь надо? Унесли собора ночью. Увели меня, гады. Не на живу басяк припло. Я с просонок сказал дурки, от хозяйка и вовсе дрыхло. Что ты с бабы возьмешь, дура? В постеленной шарик наш вертит, что с роды без пыли не сладит. Неужели в тридцатом веке тоже будут дрова лямбить? Я мыслит такой гордуюсь, но не лезь же с утра в песню. Я, поэст, человек гордый, напишу-ка еще раз песню. Себя, подозреваю слово какое-то трудное, что производственно необходимо. Мне девушки нравятся, только я их боюсь очень. Я не знаю, про что с ними говорить надо. Я ни за что первым не могу подойти. Она сама ко мне на кухню пришла. Прямо подошла назвать «Свейтерпулей» и нас пересолили. Я даже растерялся. Я говорю, какой же этот мудрый. Это же комфорт. Она говорит, если это комфорт, почему у него цыпленок? Слава, я говорю, потому что он еще маленький. Летать не может. Она сразу тогда скажите фамилию. Я говорю, и фамилию в нему нету. Он инкубасан. «Свейтерпулей» Она говорит, «А, уйди». Я говорю, я тоже. Ну, так и познакомились. Потом уже стали часто-часы встречаться в кабинете директора. А директор это надоело. Он говорит, «Давай расчет бери, или женись на ней, и трави ее дома». Пришлось к ней домой, а дверь открыла, какая-то жени, знай, она мама ее. Она говорит, «Вам чего?» Я говорю, «Женись, я пришел». А тут ее папа вышел и говорит, «Тогда заходите». А вы ее папа? Он говорит, «Нет, я ее муж». Я говорю, «А я кто?» Он говорит, «А ты настал». Из калинарного тесно. Я говорю, «Дайте мне хоть справку-то для директора, что она замужем». Он говорит, «Я тебе сейчас дам справку, что у тебя сотрясения будет. У меня же нет сотрясения». Он говорит, «Ну, сейчас будет. Хорошо, что я быстро бегаю».